На стимулирующие выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, Федерация выделила более 1 миллиарда рублей. Кроме того, на эти же цели из регионального бюджета поступило еще порядка 300 миллионов. Согласно постановлению правительства России, врачам должны были выплатить по 80 тысяч рублей. Фельдшерам и медсестрам по 50, санитарам по 25. Работникам скорой помощи также обещали существенные выплаты. Первые стимулирующие надбавки в крае начались еще на прошлой неделе. Однако медработники заявили, что вместо обещанных сумм многие увидели в платежках, в лучшем случае, пару тысяч. Мы чувствуем себя немножко обманутыми. Есть чувство, что на нас сэкономили. Потому что на уровне региона правительство выставило такое постановление, что оплачивать нам с учетом фактического времени, проведенного с пациентом, а не фактически отработанного за весь месяц. Большие суммы для большинства людей, такие вот 50 тысяч, 25, некоторых зарплаты-то меньше. В частности, Дмитрий Ташкинов, фельдшер скорой помощи в Перми, за два месяца работы на две ставки получил надбавку в полторы тысячи рублей. Мужчина не раз выезжал на вызов больным с подозрением на коронавирус. По его словам, полученные им деньги складываются из двух показателей. Первый – это краевой коронавирусный коэффициент. В случае Дмитрия – это 40% от среднемесячной зарплаты за прошедшие 9 месяцев работы. Второй фактор – учет фактического времени, которое врач находился в контакте с больным ковид. В среднем это всего 300 рублей за вызов, говорит сам фельдшер. Вопрос с выплатами в регионах уже вызвал критику на уровне федерального Минздрава. Выплаты могут уменьшаться лишь по причине невыхода на работу, например, по причине отпуска или больничного пропорционального числа отработанных в течение месяца смен. Хочу отметить, что стремление некоторых руководителей медорганизации оптимизировать выплаты и рассчитать их, исходя из, например, фактически проведенного работником времени с пациентом с ковид по минутам, не имеет под собой оснований и потребует серьезной оценки. В Краевом Минздраве РБК Пермь пояснили, что подобная ситуация сложилась из-за осуществления выплат сразу по трем постановлениям – двум федеральным и одному региональному. В настоящее время стимулирующие добавки произведены только по двум из них, и то не в полном объеме. В ближайшее время выплаты, а это до конца следующей недели, в рамках данных двух постановлений будут доначислены и доведены до работников медицинских. В рамках второго постановления правительства Российской Федерации 484 выплаты будут произведены медицинским работникам завтра в полном объеме. В Минздраве также добавляют, что получить заявленные на уровне Федерации суммы 80, 50 и 25 тысяч медперсоналу реально. Единственным фактором здесь является отработка всех смен за месяц. В случае с работниками скорой помощи здесь, по заявлению краевого ведомства, выплаты будут начисляться вне зависимости от количества контактов с больными или подозревающими у себя коронавирус. Будь это только один вызов к пациенту, фельдшер все равно получит 25 тысяч надбавки. Главное – отработать норму 170 часов в месяц. Такие же критерии и у водителей скорой. Благодаря новому постановлению правительства даже тех, кто работал на частников и до этого не получал ничего, включили в список на выплаты. Их они должны получить, начиная с завтрашнего дня.